Гражданско-правовой договор. Все деловые отношения осуществляются на основании заключенных документов. В данном случае стоит вопрос о том, какой вид соглашения выбрать при трудоустройстве – гражданско-правовой договор с физическим лицом или трудовой. Что такое ГПХ договор? ГПХ – что это? Понятие ГПХ – расшифровка договор гражданско-правового характера. ГПХ – предполагает, что данный вид документации заключается между двумя физическими лицами либо между разными учреждениями, в т. часть бюджетными, в целях достижения определенных совместных целей. Гражданско-правовые соглашения могут иметь имущественный характер т. е. Сделки с недвижимым и движимым материальным благом посредством купли-продажи, мены или дарения, соглашения об оказании конкретной услуги, лизинг, бухгалтерское сопровождение, страхование, грузоперевозка, складирование и т. д. договоры, нацеленные на выполнение разных работ, договор подряда, аутсорсинг и т. д. ГПХ – что такое? Важно! Строгой формы данного документа в российской законодательной практике не применяется, однако договор должен быть заключен в простой письменной формы, иметь структуру и быть заверенным сторонами, указанными в немецком. Неисполнение хотя бы одного требования влечет за собой недействительность контракта по ГЭКа. Плюсы и минусы договора осуществуют преимущества и недостатки данного вида соглашений как для работодателя, так и для исполнителей. Для них заключение документа имеет особое значение. Для работодателя существенными преимуществами является отсутствие требований по обеспечению подрядчика, рабочего места, оплачиваемого отпуска, оплаты листкани и трудоспособности, страховыми начислениями, выплаты отпускных. Соглашение таким образом, заключение подобного соглашения выгодно работодателю в силу отсутствия обязательств перед подчиненным. Кроме того, ГЭПХ можно легко расторгнуть без объяснения причин, сославшись на то, что сотрудник уже не нужен компании. Минусами ГЭПХ можно обозначить невозможность осуществить дисциплинарные и прочие виды взыскания с сотрудника, так как с ним не заключен. Трудовой договор соответствующей формы подрядчик имеет право подать исковое заявление в суд на своего работодателя в этой ситуации. ГЭПХ будет рассматриваться наравне с трудовым. Обратите внимание, для сотрудника заключение договор ГЭПХ значит то, что для него установлена полная свобода трудовой деятельности, отсутствие обязанности следовать установленному рабочему графику и инструкциям. Связано это с тем, что оплата производится за сделку, а не за время, потраченное на работу. Минусов для сотрудника тоже немало – отсутствие оплачиваемого отпуска, невозможность компенсации больничного и декретного отпуска. Отсутствие гарантии пролонгации договора – работодатель может расторгнуть его в любой момент без оповещения. С кем заключается договор гражданско-правового характера ГЭПХ? Соглашение может заключаться между частными лицами, физлицом и компанией, между организациями всех видов собственности. Стороны в чем разница между трудовым и гражданско-правовым договором? Существует пять основных отличий между двумя формами соглашений. На основании трудового соглашения человек исполняет трудовые обязанности В качестве конкретного специалиста и обязан следовать требованиям внутреннего распорядка, установленной для каждой конкретной организации. В случае же с договором ГЭПХ, человек, получая деньги за выполненную работу, не подчиняется внутренним регламентам фирмы при ТД сотрудники. Действует в рамках вертикальная иерархия по принципу «начальник подчиненный». При ГЭПД действует принцип равенства, для ТД существуют требования по плате, не реже двух раз в месяц. При ГЭПД периодичность оплаты устанавливается индивидуально, по ТД работник исполняет свои функции и независимое достижение им результата. При ГЭПД человеку платят за веществленный труд и конкретный результат трудовой договор не всегда бывает срочным, а вот ГЭПХ имеет ограниченное время действия, классификация гражданско-правовых договоров, разные договоры. Все договоры ГЭПХ делятся на возмездные, предполагающие наличие материальной компенсации одной из сторон за предоставленную услугу, выполненную работу, безвозмездной Т.Е. Работы, услуги и ТМЦ передаются бесплатно односторонние, когда одна сторона наделена исключительными правами, а другая только перечнем обязанностей, договор по кредиту в банке, займом населению Т.Е. Д. взаимные, предполагающие взаимные обязательства сторон, например, договор аренды, ДКП и прочее виды гражданско-правовых договоров. Существует огромный перечень ГВД, подрядные работы, агентские договоры, комиссии, оказание услуг Т.Е. Так, к данному виду соглашение относит агентский договор, на основании которого представитель юридического или физического лица берет на себя часть обязанности первого и действует от его имени в установленных пределах полномочий, договор купли-продажи, предполагающий отчуждение прав владения, пользования и распоряжения личным имуществом собственника третьему лицу, договор дарения, передача имущества Собственность другого лица на безвозмездной основе, соглашение на поставку товаров, предполагающие перевозку материальных ценностей Заказчика из пункта РУНКТБ с обязательным условием страхования грузов, договор аренды, Т.Е. Передача во временное пользование имущества одного лица другому на возмездной основе Важно! Отдельно стоит выделить предварительный договор. В случае неисполнения требования по заключению в соглашение на его основание, сторона праве подать исковое требование в суд Порядок заключения ГПД Устройство механизма заключения договора стороны предварительно обговаривает условия будущей сделки и фиксирует их в простой письменной форме После этого документ отправляется на согласование каждому участнику, подписывается и прошивается Важно! В некоторых случаях, например, при заключении ДКП недвижимости с обремением требуется заверение документа у нотариуса Структура документа Договор включает в себя следующие структурные элементы содержания Данные о сторонах Указания представителя организации или ЕФ ИО Физлица А также его правоустанавливающий документ Вводная часть, включающая в себя информацию о заключаемом документе Предмет заключения Соглашение Сроки исполнения условий Условия по договору Стоимость оказания услуги Выполнение работы Порядок осуществления расчетов Особые положения Условия для прекращения договорных отношений Пункта форс Мажорных обстоятельствах Данные об ответственности Партнеров Заключительная часть Реквизиты и подписи сторон Обязательные реквизиты Существенные условия Те, которые нужны для идентификации документа Данные формы, чтобы он имел юридическую силу К обязательным условиям относятся данные о сторонах соглашения, номер и дата документа, цена контракта, обязанности и ответственность сторон, а также сроки исполнения договора Остальные условия устанавливаются по усмотрению сторон Образец гражданского договора с работником Скачать бланк документа можно по ссылке Налоги по гражданско-правовому договору Налоговая база на основании П. 1 стакан 420 НКРФ На договоры данного вида начисляются страховые взносы при заключении соглашения по оказанию услуг исполнения работ при Подрядных видах работ при авторском заказе Т. Д. Но на такие договоры, которые предполагают переход прав собственности от одного лица к другому, налоги не начисляются согласно П. 4 стакана 420 НКРФ Условия расторжения договора ГРХ Существуют особые основания для расторжения подобного вида соглашений по соглашению между сторонами на основании П. 1 стакан 452 ГКРФ, оформляемое в письменной форме по решению одной стороны через суд Основанием является систематическое линии исполнения обязанностей контрагентам, которое привело к ущербу или упущенной выгоде заявителя А также при нарушении условий контракта согласно стакану 450 ГКРФ При наличии отказа исполнять обязанности одной из сторон, о чем контрагент обязан уведомить своего партнера заранее Уведомление составляется в письменной форме расторжения соглашения из-за изменения обстоятельств согласно стакану 151 ГКРФ В связи с тем, что истекли сроки исполнения согласно стакану 452 ГКРФ Обратите внимание, благодаря специфике данного вида договоров применить в качестве основания увольнения сотрудника нельзя, так как согласно Ч. 8 стаканов 12 ГКРФ на действия ГПД не распространяется условия трудового законодательства Таким образом, ГПД заключается в случае, если у работодателя нет возможности для оформления специалиста в штат, либо, если человек Не хочет быть скованным рамками рабочего процесса Анастасия ГПД не распространяется условия трудового законодательства 1.8 стакан с brauchодателя 5.8 стакан 6.6 стакан